Всем привет, мои дорогие. Мы сейчас вышли с Женей погулять. Мы вчерком на Кипарисовой аллее погуляем, потом пойдем на Наре еще. Всем, ребяточки, вот так вот обстоят дела на Кипарисовой аллее. Ой, а мы сейчас с Женей идем и думаем, куда бы нам сгонять на экскурсии, никак мы не придумаем. Хочется посмотреть и дворцы, и пещеры, и чтобы это как-то было еще не сильно долго по времени забираться туда, думаем. Но в основном все экскурсии находятся за Ялтой, Симферополь, Ялта. Не так все просто. Рыбка. В общем-то вот так вот. Вообще, мы сегодня хотелось посмотреть, как обстоят дела в вечернее время. То есть мы сегодня планируем долгую такую прогулку. Думаем вообще, как бы, в 11 часов здесь работает все или нет. Мы обычно раньше возвращаемся просто домой, и как бы мы не смотрим, что здесь бывает после 11. А так, видите, все оживлено, всем суетятся, все идут. А к вечеру он начинается по нашим клубам уже. Здесь музыка будет перебивать все абсолютно. Каждое кафе будет перебивать, стараться свою музыку. Каждый репертуар весь свой. И из-за этого в поле очень тяжело идти, и глаза разбегаются, короче, везде все. Ну, сами прекрасно понимаете. Ночная жизнь. Все хотят, чтобы побольше к ним людей присоединялись. Из-за этого многие проводят разные мероприятия, конкурсы. Здесь вот даже одно кафе. Вот сегодня мы шли, но она не ночью, а вот в основном день. В основном все мероприятия к детям относятся. Там мыльные пузыри, потом что-то пенная вечеринка какая-то. Ну, они специально завлекают детей очень хорошо. Дети танцуют, развлекаются, а родители сидят и получают удовольствие, как говорят. От бокала пива или еще кто-то там от мороженого, пусть, да? Ну, да. У всех по-разному. Очень интересно. Вчера вечером даже вот мне понравилось. Прямо вот на самой перед входом. Да, переполи на Кипаре. Там есть тоже кафе, столовая. С прохладом. С прохладом, да. Просто тупо медвежонок танцует, дети вокруг него танцуют, развлекаются, родители смотрят. Ну, действительно, кто такие вот мероприятия проводит, да, в принципе, очень красиво, молодцы. Ну, завлекают, да, это как бы здорово. Да, даже не завлекают, а чисто занимают, можно сказать, детей. Да, и просто нам интересно подойти было просто посмотреть, как этот медвежонок танцует, сейчас скажу. А, да, да. Сейчас вот время восемь часов, может быть. Сейчас еще люди стараются, идут с моря уже, да, кто-то идет на море, на море идут, чтобы пройти по набережной. Ну, да. Где-то приблизительно с девяти часов сейчас по набережной начнут уже танцевать, петь музыканты, рисовать, художники сидеть. Много тоже развлекушек, много таких. Но это даже есть, есть что-то для молодежи, есть для кого-то. Но уже начинается это все. Да, вот начинается. Здесь вообще сейчас музыка будет, кто, кого переорет. Столовая по-домашнему. И, кстати, здесь две, получается, которые мы вот видели, встречали. Одна на Кипарисово аллее, а другая, получается, на набережной. Цветочки. А вот пизачки. Да, вечером цветочки в доме для длины, а вечером вырезаются. Вот, то есть красивые цветочки там. Ой, какая-то красота. А почему розочка? Такие 250 по 100 рублей, по 200, 250 и 300 больше. Спасибо. То есть 250-300 рублей розочка. Даже по 100 есть. Ну, есть маленькие совсем, по 100 рублей. Вот, про кто я говорил, вот смотрите. А, вот привлекают, да? Вот и шарики. Пускай, что-то, может, даже не маленький. Прикрустается. Ну, да, здорово. В детьми заходят, там он деревьев, что-то происходит. Да, давай зайдем пока там просто. Пройдем, ок, смотри. Туда ты хочешь? Ой, как здорово. Смотри, не так все. Какого же я. Пока-то радость не будет. Какое? А, азотные вот эти, да. Это, получается, кукурузные палочки в азоте. Лучше их не брать. Ой, как интересно. То есть, с детишками сюда вообще классно. Видите, какая принцесса стоит. Опа, тихо. Принцесса, да. Да, вот это вот. Это стоит 200 рублей. Вот за этот стаканчик. Это, по сути, обычные кукурузные палочки, которые еще и... Ну, сейчас пройдем, музыка пройдет. Да, сейчас пройдет. О, а здесь, мы здесь были. Сегодня шоу двойников здесь. А, да. Там... И сертьюочки там... Лобода там. Нет, там 4, по-моему. Там, мне сказали, что много. Ну, и про эту, про кукурузную. Они просто берут вот эти вот кукурузные палочки, заливают азотом и стараются, чтобы азот впитался. Да. В принципе, азот, он не сильно безопасен, но если где-то попадется жидкий азот, скопится в палочке, то можно сжечь все им, обморозить. Это очень сложно. Здравствуйте. Все надо держать, здрасьте. Вот тоже развлечение. Да, тоже развлечение. Они всегда стоят на этом пидочке. Ребятки, мы пришли на набережную сейчас. Сейчас покажу вам вечернее море. Вечерний пляж уже, конечно, отдыхающие покидают пляж. Видите, все меньше и меньше людей. Ну, море такое спокойное прям, да? Хорошенькая прям вообще красота. И теперь все гуляют по набережной. То есть отдыхающих прям очень много вот. Толпы отдыхающих в Судаке. Вот действительно толпы-толпы они, да? Очень много людей. Вообще в Судаке очень много людей. И вот с того самого момента, как мы приехали, мы ни разу здесь не видели, чтобы было мало людей. Поток людей огромный. Так, мы сейчас идем в эту сторону набережной. В сторону Молчак, горы. Сейчас где-нибудь там сядем в кафешечке посидим. Скушаю я уже свои блинчики. А может, и блинчики. Может, что-нибудь еще? Причалили сюда-сюда. А, люди уже все. Остались, наверное, самые такие стойкие на пляже. И тоже расходятся. Аж люди без охраны не ходят. Без охраны. Как он топает. Без охраны. Без охраны. Не смогу. У него такая охрана вообще. Скушает. 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 Сколько мы стали. Как это здорово, ребятки, гулять по набережной, просто кайф. Это же интересно очень, что она будет изображать. Ребятки, сейчас время 11 часа, то есть пока все еще работает. Мы с Женей прогуливаемся, посидели сейчас в кафе. Пока все открыто. Здесь решили остановиться, поговорить, потому что там музыка громкая. Мы сейчас пойдем дальше, сейчас пройдем до конца, то есть до начала входа на главный пляж, дальше свернем на Кипарисово аллею. Вот, и там уже потом пойдем домой, как раз-таки где-то все время, она займет где-то до 11 часов. И мы уже посмотрим, после 11 есть, она здесь жизнь или нет. Ну, вот это кафе, в котором мы сейчас сидели, до половины 11 в 11 они закрываются. Ребятки, время сейчас уже половина 11. Мы сейчас вот как раз-таки уже не думаем, что дойдем до Кипарисовой. Заказываем там пиццу, если она еще работает. И потихонечку, медленным темпом будем двигаться к дому и посмотрим уже, работают дальше заведения здесь или нет. Смотри, у нас сегодня такая, нужно знать, работают или вот. Ребятки, мы остановились здесь в Капусе, они сейчас заказывают пиццу. И Купила еще себе берет бока. В общем, здесь посидим, бока сделают нам пиццу и пойдем. Долго людей, кстати, устремились куда-то, то есть может быть по домам расходится, не знаю. Время без 21. Мишка, наверное, домой топает. Повернусь спать сейчас. Сохранить. Миша, веселый. Трехметровый Миша, единственный крыл в суда теске. Ребятки, готова наша пицца. Женечка откроет. Опа, красавица такая. Ой, аппетитно. Но мы ее с собой сейчас закрываем все. Она чуть не охлаждается. Мы ее с собой собирали. А люди везде и тут гуляют пока что. Но время где-то без 15 сейчас. 11. Решили подойти к фонтанчику. 11.00. Ну и, в общем-то, мы продолжаем наш маршрут, ребятки. Идем сейчас на Кипарисову аллею и дальше уже по направлению к себе домой. Видите, отдыхающие. Много, много людей на набережной. Вот как-то так. Ребятки, мы подошли. Уже к Кипарисову аллею и сейчас вот здесь пойдем по направлению к дому. Некоторые, конечно, вот закрылись. Видно, что не работает. Но они, видимо, рану закрывают. А что-то такое, вот ночная жизнь, она по-прежнему как-то кипит. Мне сейчас приятно прям так, митерочек такой. Хорошо прогуливаться ночью. Парк аттракционов работает. Ну вот, как бы вот так вот. А клумячка закрыта, да? Нет. А, открыта. Проход как-либо? Ай-пай, проход все равно есть. Работает, да. Нет, здесь какие-то... Почему-то как-то все... Вот смотри, вот я кафе, пожалуйста. Ну да. Ты скучно не видишь шторы? Да, да, да. Но в тот момент какая-то музыка может в него зайти. Я вот, кстати, не пойму, то есть как-то странно. Без комментариев, ребят, не знаю, не знаю. Вот, то есть как бы... Вы сами видите вот, что вокруг. Оазис, где мы вот, да, где мы обедали. Ну, то есть сейчас уже 12-й час ночи мы идем. Закрывают. Как-то... Как-то так. Закрывают, да? То есть как бы люди там сидят, но они закрывают. Да. Короче, одним словом, если хотите отдохнуть, то до 23-х можете попасть в любое кафе. А после 23-х сидеть в кафе и дыхать дальше. Наверное, так получается. Просто вот они сейчас закрывали окошки, а люди там сидели. Получается так. Это не утверждение, это вот просто то, что видим, то говорим. Да. Да.